Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня понедельник, 25 апреля 2022 года. Я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем говорить о политике. Сегодня я хотела бы обратиться к визиту двух американских высокопоставленных чиновников в Киев. Как вы знаете, вчера в день Светлой Пасхи Киев посетили глава американской дипломатии Тони Блинкен, и его коллега, глава Пентагона Ллойд Остин. Они пробыли по словам британской прессы в Киеве три часа, то есть они вели переговоры с 10 вечера до часа утра и фактически вернулись назад поездом уже в понедельник. Говорят, что они путешествовали поездом, как простые дружники, но это никто не может подтвердить, как они доехали до Киева, поскольку все было в формате абсолютной секретности по понятным причинам. Они также не давали в Киеве никаких пресс-конференций, не делали заявлений. Они договорились с прессой о том, что те будут их поджидать в Польше, и, соответственно, когда они вернулись в территорию Польши, они и обратились со своими Урби и Орби. И, как мы поняли, условно, пресс-конференция – это не исповедь, это не диван психоаналитика. Как мы поняли, они объявили частично о том, зачем они ездили в Киев. То есть они рассказали о том, что готовится новый пакет американской военной помощи Украине – 300 миллионов. Таким образом, общая сумма уже близится к 4 миллиардам. Но, на самом деле, конечно, для того, чтобы это объявить, не обязательно было ехать так далеко. И, соответственно, есть и другие движения, скажем, то, что Блинкен будет направлять дипломатов во Львов в дневные командировки. То есть они будут приезжать на день и уезжать назад на территорию Польши. То есть это определенное движение. И сегодня администрация Байдена заявила о том, что Байден назначил новый послан на Украине – это Бриджит Бринг. То есть это такое наступательное-поступательное движение дипломатическое. Но, однако, несмотря на такие дипломатические шаги, никаких разговоров о мире мы не слышим. Мы слышим, наоборот, то, что Ллойд Остин хочет ослабить Россию. И поэтому возникла большая дискуссия среди военных экспертов на эту тему. Сегодня они обсуждают, насколько это ответственно, продолжать эту линию накачивания Украины вооружениями. На эту тему даже публикуют статьи с сайта CNN. Потому что эксперты очень обеспокоены. Мы уже об этом говорили, что никакого контроля за вооружениями после того, как они отправляются на территорию Украины, нет. То есть они могут оказаться в руках, скажем, тех же террористических группировок и других нежелательных лиц. То есть эта тема, мы ее поднимали ранее, но теперь даже эту тему поднимает уже CNN. И это не единственная проблема, потому что основная проблема с точки зрения военных экспертов, это то, что этот конфликт может выплеснуться за территорию Украины. Он может выйти из-под контроля. Потому что и США, и Россия, это ядерные державы. Соответственно, они несут большую ответственность, наибольшую ответственность за судьбы планеты и судьбы европейского континента. И поэтому эта обеспокоенность только растет, как далеко зайдет эта конфронтация, как далеко зайдет эта эскалация. Потому что те же самые военные эксперты говорят о том, что если сейчас американцы будут притворять в жизнь свои планы, то есть это будут тяжелые вооружения, как тут танки. Танки необходимо сопровождать защитой с воздуха, то есть необходима и авиация, и артиллерия. Поэтому если это все будет поставляться, то, соответственно, это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. И даже некоторые эксперты говорят, что это может быть ограниченное применение ядерных вооружений и России, и, соответственно, США. То есть они могут в результате этого безответственного поведения вовлечь мир в Третью мировую войну или в ядерную войну. И это самое большое, я бы сказала, беспокойство, это самая большая проблема, которую видят военные эксперты. Они говорят, что необходимо обуздать этот конфликт, необходимо поставить его на дипломатические рельсы, на рельсы переговоров. Потому что каковы бы ни были результаты именно на поле брани, все равно этот конфликт надо решать дипломатическим путем. И чем раньше, тем лучше. Потому что не надо идти тем путем, о котором говорил ветеран американской дипломатии. Вы знаете, как с самого начала охарактеризовал эту ситуацию посол Фримен. Он сказал, что у американского эстаблишмента настрой на борьбу, на войну до последнего украинца. Эта фраза уже стала крылатой, но в этой фразе есть автор, это посол Фримен. И, соответственно, он сказал, что основные цели, это, конечно, заказы для Пентагона, это заказы для военно-промышленного комплекса. Потому что они занимаются сейчас тем, что перекладывают средства из кармана налогоплательщиков в карман американских вооруженников, то есть военно-промышленного комплекса. И, соответственно, второе, это усиление НАТО, потому что в течение последних трех десятилетий шли яростные споры о том, зачем нужно содержать этот гараж ржавых танков, это звучит, гараж ржавых танков холодной войны. Так называли НАТО очень многие. Они говорили, что НАТО это инструмент холодной войны, больше нет соревнований двух систем, больше нет этого противостояния между коммунизмом и капитализмом, зачем НАТО. И вот сейчас, в конце концов, они обрели смысл существования, то есть теперь они оправдывают свое существование этим конфликтом на Украине, который они сами создали. Как мы говорили уже об этом, как пожарники-пироманы, то есть они сначала расширялись до невозможности, а теперь они решили еще более усугубить результат, скажем так, своей собственной активности. Поэтому, да, пока что мы остаемся в этой модальности, которую определил, диагнозировал посол Фримен, этот выдающийся человек. Он сказал, что ни к чему хорошему он предупредил, ни к чему хорошему это не приведет. И сейчас такого же мнения пребывают и многие военные эксперты. Дорогие друзья, это то, что я вам хотела сказать. То есть мы ждем того, что будет завтра, того, что будет в четверг. Я особенно жду четверга и, как говорится, жарки Тони Блинкина в Сенате, вопросов американских сенаторов, особенно сенатора Рэнда Пола. Я надеюсь, Рэнда Пола и, конечно, сенатора Круза. Это будет очень интересно, я думаю. И мы об этом еще поговорим. Я надеюсь, что вам было не бесполезно то, что я вам рассказала. Я выложу несколько ссылок в первом закрепленном комментарии. Если вам это было интересно, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Не забывайте писать блогеру слова благодарности. Я также благодарю всех тех, кто принимает участие в полемике. Желательно по теме, предложенной в настоящий момент моим собеседникам. И также я хотела бы отдельно поблагодарить всех тех, кто делает донаты моему каналу на развитие. Спасибо вам большое за ваш элегантный жест. Я также надеюсь, что вы примете участие в обсуждении.